Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Об этом сообщает Нацбанк по республике. По данным регулятора, рост цен на продукты в мае замедлился до 21%, а в апреле показатель составлял 22%. Так, в сфере продовольствия на снижение цен основное влияние оказала динамика цен на плодовочную продукцию. Порщевой набор подешевел из-за роста импортных поставок и укрепления рубля. А огурцы и помидоры подешевели из-за расширения продукции отечественных тепличных хозяйств. В результате спада ажиотажного спроса на товары длительного хранения замедлилось удорожание подсолнечного масла, сахара, а также гречки. Свою лепту внесли введенные в эксплуатацию крупные птицефабрики и свиноводческие комплексы, что привело к увеличению предложения. Плюс власти страны обнулили ввозные пошлины на овощи и фрукты. В непродовольственном сегменте инфляция сократилась с 25% до 22,5%. Отмечается снижение стоимости автомобилей из-за низкого спроса, шин из-за переизбытка их на рынке и стройматериалов из-за запрета на экспорт леса. Аграрии республики отправили во Францию одну тонну меда. Продукция прошла исследование в международной лаборатории в Германии и соответствует всем требованиям Европейского Союза и стран импортеров. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Башкортостану. На всю партию продукции надзорным ведомствам выдан экспортный ветеринарный сертификат формы 5G. Отмечу, что это вторая партия башкирского меда с начала года, которая отправилась за границу. Первую экспортировали в конце февраля в Польшу. В связи с санкциями, которые выставила Европа, к сожалению, экспорт продукции пчеловодства с территории Суббики Башкортостан немного упал по сравнению с прошлым годом. Поэтому на сегодняшний день было экспортировано только две партии. Планируется еще партия, не крупная партия, планируется поставки в Сербию. В прошлом году сельхозтоваропроизводители республики отправили за рубеж 90 тысяч килограммов меда. Башкирская пчеловодческая продукция пользуется спросом в США, Китае, Марокко, Кувейте, а также странах Евросоюза. В Уфе начали строить транспортный коридор из четырех улиц Айской, Высотной, Академика Ураксина и Рапкоров. Они соединят центр столицы с микрорайоном «Зеленая роща». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. На реализацию проекта из бюджетов разных уровней выделено 156 миллионов рублей. Четырехполосная дорога протяженностью чуть более 700 метров появится на участке от улицы Академика Ураксина до Кавказской. Также там предусмотрено строительство велодорожки шириной в полтора метра. Завершить работы планируется к концу следующего года. В дорожной инфраструктуре города Уфы для перераспределения транспортных потоков крайне не хватает широтных связей. В связи с этим приступили к работе по реализации нового транспортного коридора «Дорога жизни». Все улицы запроектированы в соответствии с нормами законодательства, сливневой канализацией, наружным освещением, тротуарами и остановками общественного транспорта. После завершения строительства улицы Высотный будет реализован второй этап проекта строительства улицы Академика Ураксина. Ввод в эксплуатацию этих объектов разгрузят улицы Менделеева, Софьи Перовской и Степана Кувыкина. В дальнейшем Менделеева будет примыкать к Айской. Сейчас проект находится на экспертизе. Министерство торговли и услуг Башкортостана предложило освободить торговые центры от уплаты налога на недвижимость. Для получения льготы им необходимо будет сохранить не менее 90% штата сотрудников. Инициативу поддержал профильный комитет госсобрания и глава Башкортостана. Из-за ухода с российского рынка иностранных компаний торговые помещения оказались пустыми или недоступными для покупателей, что привело к сокращению посетителей на 30%. Глава Минторга Алексей Гусев уверен, что налоговые послабления помогут сохранить бизнес и рабочие места. Собственники торговых центров объективно понимают невозможность арендаторов платить арендную плату в полном объеме. В большинстве случаев идут навстречу и снижают размер ставок арендной платы, идут на оступки в целях сохранения арендаторов. При этом собственники торговых центров продолжают нести значительную финансовую нагрузку по плате налогового платежей, а также по сохранению самих торговых центров в пролежащем техническом состоянии. Более того, в связи с ростом цен на оборудование и запасные части к нему, затраты собственных торговых центров в праве содержания только увеличиваются. На сегодняшний день в Башкортостане работают 615 торговых центров. Они обеспечивают рабочими местами более 100 тысяч человек. Предприятия республики снизили инвестиции в экологические проекты на 6% или на 1,5 миллиарда рублей. Данные Росстата проанализировали специалисты финэкспертизы. В прошлом году на охрану окружающей среды компании направили 24 миллиарда рублей. В целом по России расходы напротив увеличились на 18% и достигли 1 триллиона рублей. Больше всего в экологию вложили предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края. 81 миллиард и 67 миллиардов соответственно. А также в Свердловской, Челябинской областях и Татарстане. 2021 год прошел под знаком СГ. Как в плане корпоративных деклараций, так и в плане реальных вложений. Даже с учетом инфляционных процессов, такого бурного роста зеленых инвестиций не наблюдалось за последние два десятилетия. Можно ожидать, что в 2022 году на фоне очередного кризиса ситуация несколько изменится. Как показывает практика, в кризисные годы экологические инвестиции падают. Вот, например, в 2009 году они обвалились на 20%. В 2015 на 4%, а в 2016 на 8%. Из 1 триллиона 665 миллиардов рублей направили на содержание природоохранных мощностей и снижение вредного воздействия на экологию. 24,5 миллиарда пустили на капитальный ремонт системы очистки воздуха и воды, оборудования и полигонов для размещения и обезвреживания отходов. На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата предприятия потратили 89 миллиардов. Еще 39 миллиардов на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.